Ну, хотел бы поздравить команду ЦСКА с победой. Игра была интересная, думаю, держала зрителя до последней минуты. Интрига была. Команде ЦСКА, думаю, что чуть повезло. Они забили гол на последних минутах, поэтому они сегодня выиграли. А так игра была, думаю, ничейная, с моей стороны, мне так кажется. Несмотря на поражение, хочу вас поздравить с хорошей игрой, потому что «Локомотив» великолепно смотрелся после первых двух не очень удачных игр. Хотелось понять, за счет чего вот за эту неделю команда так прибавила функционально, стало лучше двигаться, динамика улучшилась. Несколько слов об этом. Ну, мы же тренируемся, мы не стоим на месте тоже. Поэтому от игры к игре будет команда прибавлять, набирать форму. Логично. Входить в игровой режим, поэтому. Продолжим тогда вопрос о тактике. Рыбуса было удивительно не видеть на поле 46-й минуте. Почему-нибудь князьян его... Он по травме попросил замену, поэтому она была у нас незапланированная, так скажем. Я понял. И как считаете, вот Е2 и Мопасси, это уже связка центральных, которые и дальше пойдут вместе, или это не факт? Ну, пока только они у нас, 20 страниц защитника, и еще черный, Артур, который... Ну, мало игровой практики у него. Больше у нас нет страниц защитников, поэтому... Ну, Дима Баринов уже не рассматривается с этой пары игроков. Ну, Е2 сыграл сегодня хорошо, потому что его первая игра, он был после травмы. Честно говоря, мы не думали, что он выдержит все 90 минут. Ну, он молодец, он все 90 минут сыграл. Спасибо. Я вас понял. Удачи в следующих вопросах. Спасибо. Вопрос такой, с чем связываете? Вот каждый почти стандарт ворот локомотива приводит к такой нервной ситуации. Если вы посмотрите, то наша команда не такая высокоруслая, поэтому у нас проблемы при стандартных положениях. Поэтому мы стараемся меньше делать угловых из-за своих ворот и штрафных. У нас команда не высокорослая, поэтому так получается. С чем вы связываете такую слабую реализацию контратак? Было достаточно контратак в игре, и ни одна не дошла до удара. Ну, я думаю, что ребята, может быть, еще не вошли в игровой тонус такой. Была большая пауза. И Рифат, опять был момент, он не забил. Хотел бы его, наоборот, помочь ему в этом, чтобы он переломил. Ему надо забить гол, не идет. Два пенальти не забил. Сегодня в пустые вороты не попал. Я думаю, нервы. Нервы и возраст у наших молодых футболистов. В целом ситуация в «Локомотиве», неудачный старт сезона. Есть вопросы по будущему, в общем, о Деле. Это чувствуется в команде или нет? Ну, команда на это обращает внимание. Работает и выполняет свою работу. Ребята все тренируются, приходят. Поэтому все, что по «Локомотиву», так задавать вопросы к руководству. Ну, получается, не получается, будет видно. Тоже внутренний наш вопрос.